Привет всем. Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле. Итак, события за 15 декабря. Поехали. Жители Виллы Канес, городка в провинции Санта-Фе, Аргентина, были удивлены во второй половине дня сильным ветром и дождем с градом, а также формированием и прохождением торнадо. Явление нанесло определенный ущерб в сельской местности. На данный момент проводится оценка нанесенных повреждений. Сообщений о травмах среди населения не поступало. Метеорологи прогнозировали ливневые осадки, но по факту обрушился большой дугообразный штормовой фронт, который вызвал сильные порывы ветра до 27 метров в секунду и обильный град, размеры которого достигали 4 сантиметров в диаметре. По предварительным данным, более 30 тысяч гектаров, в основном кукурузы, были снесены ледяными камнями. Местные жители, кто стал очевидцами этих событий, успели зафиксировать на свои мобильные и поделиться в социальных сетях. Опубликованные кадры показывают мощь, с которой буйствовала стихия, а также масштаб разрушений. Торнадо, который сформировался и также прошел далеко от населенного пункта, попал в объективы камеры мобильных телефонов. По предварительной информации известно, что он стал виновником поваленных деревьев, поврежденных автомобилей и сорванных крыш. А также он нанес повреждения различного рода металлоконструкциям. Жертв и пострадавших не отмечено, не считая нанесенного материального ущерба. Чрезвычайное положение объявлено сегодня в городе Сарагоса. В связи с большим притоком воды в реку Эбра. Ее исторический подъем вынуждает объявить три региона Испании зоной катастроф. Еще не успели восстановиться после сильных наводнений регионы Навара и страна Басков. Как река Эбра стала виновником наводнений в Сарагосе. Городской совет города начал организацию ряда предупредительных мер, чтобы минимизировать ущерб, который не избежать. С сегодняшнего дня до четверга в Сарагосе ожидается максимальное выпадение осадков до 120 мм. Это означает, что уровень воды в реке поднимется примерно до 6 метров. Соответственно, ситуация в районах, которые уже охвачены паводком, может усугубиться. За последние сутки в результате чрезвычайных ситуаций погибли двое. 49-летняя женщина в Санбеле при обрушении сарая из-за оползня и 61-летний житель Элизонда, автомобиль которого упал в реку Арагон. Волгоград накрыл ледяной коллапс. Небольшой дождь и мороз сделали свое дело. При минусовой температуре на мокрах от капель дорогах, тротуарах и площадках мгновенно образовался лед. Как рассказали очевидцы, передвигаться по улицам невозможно, так как очень скользко. Пешеходы идут и падают, а автомобили буксуют на ровном месте. Муниципальные дорожно-коммунальные службы не избавляют темпов по обработке дорог и тротуаров. Борьба с гололедом продолжается. Спецтехника и рабочие дорожно-коммунальных служб в непрерывном режиме занимаются обработкой покрытия реагентами. В четверг, 16 декабря, снова продолжатся осадки в виде мороси и мокрого снега. Туман, гололедные изморозивые явления будут сопровождать волгоградцев как минимум до конца недели. Минувшей ночью на улицах города было задействовано свыше 150 единиц спецтехники, на дороге высыпано 1200 тонн песко-соляной смеси. На вулкане Этна в 11 часов 15 минут по Гринвичу произошло извержение, сопровождающееся выбросом огромных клубов пепла на высоту до 5500 метров над уровнем моря. Вулкан начал проявлять активность на следующий день после того, как на восточном склоне горы на высоте около 1800 метров над уровнем моря появился небольшой поток лавы. Взрывная деятельность сопровождалась постепенным увеличением средней амплитуды вулканических толчков до высоких значений. Пепел распространился к югу от кратера. Вулкан Этна возвышается над Катанией, вторым по величине городом Сицилии. Сильные ливни прошли в Тихуане, городе крупнейшего мексиканского штата Нижняя Калифорния. В результате этих осадков некоторые улицы оказались затоплены. Пострадали дома, гаражи и подвальные помещения. За несколько часов на город обрушилось 60 мм осадков. Вроде бы и немного, но этого вполне хватило, чтобы некоторые автомобилисты оказались в водяных ловушках. Причем в некоторых случаях не обошлось и без смельчаков, желающих преодолеть водные преграды. Ливневые осадки стали причиной обрушения крыши торгового центра Плаза Атай. Пока что подтверждена гибель одного человека. Еще как минимум пятеро получили ранения. Кроме того, местные источники сообщили, что погибшая — 65-летняя женщина, которую вытащили из-под завалов бригады скорой помощи. Пожарные и подразделения гражданской защиты Тихуаны эвакуировали не менее 300 человек, которые находились на площади Плаза Атай. Повышенную сейсмическую активность с октября начал проявлять вулкан Аву, расположенный на острове Сангихи, входящем в состав провинции Северной Сулавеси, Индонезия. Индонезийский центр вулканологии и смягчения геологических опасностей еще 12 декабря повысил уровень предупреждения для вулкана с первого до второго. Последнее извержение вулкана наблюдалось в 2004 году. Мелкие вулканические землетрясения наблюдались в диапазоне от 7 до 26 толчков в сутки. Мощный оползень сошел в Перу, в регионе Амазонос. Тонны земли потянули за собой дороги и жилые дома. Не выдерживая натиска стихии, многие здания рушились, оставляя после себя груду обломков. По данным спасательных служб, от стихии пострадали по меньшей мере 80 семей. Более 200 жителей были вынуждены эвакуироваться. По словам местных жителей, трагедия произошла внезапно. Теперь от городских улиц остались только развалины. По словам местных жителей, из-за оползня в районе были повалены линии столбов электропередачи. Сотни людей сидят без электричества. Также из-за огромных трещин и провалов на дорогах, до пострадавших районов не добраться, транспортное сообщение нарушено. Обвал произошел из-за проливных дождей, накрывших северные регионы страны. Вода размыла почву, в результате чего тонны земли обрушились на населенные пункты. Пожарные округа Ориндж спасли жителей, попавших в водяную ловушку, в результате непогоды, которая вызвала наводнение и сход оползней в каньоне Сильверада и других районов. Был издан приказ об обязательной эвакуации, включая каньоны Сильверада, Уильямс и Маджеско. На видео с места происшествия видно, как с холмов текут грязевые потоки. Жителей предупредили, чтобы они держались подальше от этого района. По данным Национальной метеорологической службы, к 8 часам утра в некоторых горных и предгорных районах уже выпало до 70 мм дождя, а в прибрежных и долинных районах от 10 до 30 мм. В округе Сан-Бернардино из-за сильного дождя на улице в Юкайпе произошли сходы многочисленных селей. Там также ведется эвакуация. Аналогичная ситуация тут наблюдалась и в прошлом году, тогда селевые потоки разрушили несколько зданий и унесли с собой жизнь одного человека. Сильный снегопад обрушился на траке, город в округе Невада, штат Калифорния, США. Национальная метеорологическая служба сообщила, что к четвергу в городе может выпасть до 90 см снега. В городе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности, ожидается буран. Власти выпустили предупреждение и убедительно попросили местных жителей на время бури воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Сегодня вечером температура упадет до минус 19 градусов по Цельсию, а также будут порывы ветра до 22 метров в секунду. Сильный снегопад, который прошел сегодня в ночь на 15 декабря, стал причиной нескольких ДТП, а также временному ограничению движения на шоссе 80 и 50. В некоторых районах произошли отключения электричества, которое обещают восстановить в ближайшее время. За прошедшие выходные на горнолыжном курорте Сьерра-Аттаха выпало в общей сложности 46 см снега. Национальная метеорологическая служба прогнозирует, что температура воздуха будет значительно ниже средней в регионе. Удивительное явление могли наблюдать местные жители города Скигда-Валжири. Небо над городом заполонили тысячи птиц, которые довольно продолжительный период времени можно было наблюдать с разных точек. Многие местные жители были удивлены этим явлением. Как сообщают старожилы, до сегодняшнего дня они не видели такое скопление птиц в небе. Жители опубликовали фото и видео этого явления в интернете. В Южном Судане от самого сильного наводнения за 60 лет, на данный момент пострадали 835 тысяч человек, около 200 тысяч граждан остались без крова. Продолжительный паводок лишил многих людей средств к существованию, остановил производство продуктов питания и затронул питьевое водоснабжение. Наводнение началось с приходом сезона дождей в мае 2021 года. 7 июля во время паводка погибли 7 человек. Уже 1 сентября пострадали более 380 тысяч человек в шести штатах. Тысячи людей перебрались из своих домов на возвышенности. Многие нашли пристанище в храмах, школах и общественных зданиях. Наводнения уничтожили сельскохозяйственные посевы и привели к гибели домашнего скота. Паводок и сейчас угрожает людям в городе Бентиу, штат Юнити, где вода не отступает, застаивается и приводит к распространению инфекций. В джонгле и на верхнем Ниле уровень воды продолжает расти, наводнения размывают защитные барьеры. Жители Ла Пальмы находятся в изоляции из-за резкого повышения уровня диоксида серы. По данным Главного управления безопасности и чрезвычайных ситуаций правительства Канарских островов, уровень диоксида серы резко возрос, что привело к тому, что жителей попросили оставаться внутри своих домов в целях их собственной безопасности. Жители Ла Пальмы, расположенные недалеко от вулкана Кумбри-Вьеха, страдают от плохого качества воздуха и токсичных газов. Уровень диоксида серы достиг более 750 микрограммов на кубический метр во вторник утром на научной станции Эль-Паса. Токсичные газы привели к тому, что власти объявили чрезвычайную ситуацию второго уровня. Жителей попросили оставаться внутри с закрытыми окнами и дверями. На острове Ла Пальма произошло еще четыре землетрясения по данным Национального Географического Института. Крупнейшее землетрясение произошло в Фуэнкальенте с магнитудой 3,2. За сутки на Земле произошло 248 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 7,3. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в шести странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и конечно же, минутка позитива на канале. С видом на массивные ущелья и веревочные мосты через реку, монастырь Фуктам расположен на отвесной скале в Занскаре, Северная Индия. Он был основан в 1100 году ламой Гансимом Шарабом Сампа. Уникальная конструкция, находящаяся на высоте 3800 метров, напоминает соты. Фуктал — довольно большой пещерный храм. Он включает четыре молитвенные комнаты, библиотеку, кухню, комнату для гостей и жилые помещения. В которых на сегодняшний день живут около 70 монахов. Этот впечатляющий монастырь является не только туристической достопримечательностью, он также сохраняет вековые традиции, которые бережно передаются монахами друг другу. В храме также отмечают праздники и проводят экскурсии для желающих. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание. До завтра.